Лайф-формат Писем и песен, стиль этот был мне неинтересен В месте, где сердце, сырость и плесень Да, упустил я свое поднебесье Нас не туда тянул за собою Дорной тропою, где тени и боль Прощаюсь с тобою, легенда моя Туда ухожу, где не светит моя И всяк лишь, чтоб будет дальше А дальше все только по-настоящему В чаще моей сам черт ногу сломит Но былое навеки у изголовья А почему именно кавер-версии групп Вы там поете Мы в кавер-версии не так много делаем Мы в основном пишем свои песни То есть у нас на 20 своих песен Кавер, наверное, 3 Но, тем не менее, мы появились с кавером Мы первую песню делали живописцы Это был кавер на Булата Акуджава Вынимайте, живописцы, ваши кисти Из прокисшего стакана, рутинного быта И живо-живо заново Верните мысли, не осутулись По улицам города душой открытой Как так получилось? Еще до Веретина До появления проекта нашего совместного Артем мне включил песню «Сибирский марш» В исполнении группы 25.17 Акустическую версию Калинов моста Кавер на Калинов мост Я очень люблю сам Калинов мост 25.17 я как-то не слушал А Артем познакомил меня с рэпом И получилось, что мне очень понравился этот кавер И у нас созрела такая мысль с Артемом Что давай-ка попробуем сделать кавер на Булата Акуджаву Тогда как раз шел конкурс На попадание в трибьют Кавер-версии И мы сделали такую кавер Что от песни осталось чуть-чуть совсем Четверостишее настроение И потом нам пришла идея Что попробовать каверить песню вот таким образом Чтобы это получался очень интересный Самобытный проект Каждая песня как проект И она вроде бы как и кавер Но в то же время совсем другая песня А выступаете в ночных клубах Или вот где-то с кавер-версиями И как вообще люди воспринимают их Что больше всего заходит, так скажем Мы как-то в одном месте выступали С каверами После этого нам сказали Ребята, пойте свои песни лучше Да Ну, кавер-история у нас была до пандемии Вот еще это год 19-й по большей части Сейчас мы по большей части выступаем уже со своим Вот последний край, в который мы играли Сейчас активно Это на «По диким степям Забайкалье» То есть мы сделали на фольклорную тему Про забайкальский край нашим И сделали ее полностью по-своему У нас еще сейчас есть несколько мыслей Именно на народные наши песни Сделать, так скажем, свои интерпретации Своё видение То есть мы сейчас пошли немножко вглубь истории Мы сейчас больше своими концертами занимаемся В настоящее время Но период каверов был Люди, если вот в плане восприятия Если брать ночные клубы Они по большей части воспринимают кавера Главное, чтобы можно было бы от них подвигаться Потому что это ночной клуб И все равно там самое главное – это танцевальность Какая-либо песня А вот я так понял, что вы из Читы А сколько ночных клубов в Чите? И какие самые популярные? А если взять ночные клубы Читы Где играют исполнители Как бы не дискотечного плана То, наверное, клуба 2, 3 Они у нас закрываются Ой, открываются и закрываются Вот Потому что как-то у нас это дело не приживается Не знаю, мы по клубам не ходим, да? Вот Но прямо вот такой движухи Как в Питере, в Москве В плане ночных клубов Именно в которых играют группы У нас такого движения нет В каких соцсетях вы продвигаетесь? Основная соцсеть, на которой мы продвигаемся Это ВКонтакте И, если честно Наверное, у нас та же беда Как у всех групп Когда ты начинаешь заниматься соцсетями Тебя не хватает на творчество Потому что всё равно Мы сейчас на таком этапе Когда приходится работать на другой работе Чтобы зарабатывать деньги И чтобы кушать, жить Вот Потому что музыка, по большей части Это сейчас всё равно вложение средств Пока она не приносит таких денег Чтобы можно было полностью жить ей Вот И получается Мы, наверное, только сейчас Начинаем активнее ими заниматься Соцсетями Благодаря нашему красивейшему менеджеру Вот И она нас потихоньку пинает Вот сейчас как наберётся смелости Наверное, мы сейчас попрём Когда она нас будет уже капитально пинать Вот И сейчас мы развиваем Сейчас по большей части Контакт Работаем Потому что, в принципе, у нас там набралась уже аудитория И мы с этой аудиторией уже работаем И, в принципе, эта аудитория приходит к нам на концерты И мы сейчас идём по стратегии По большей части Точечной То есть лучше меньше, да лучше Но остальные соцсети тоже в планах развивать Мы благодаря тому, что залезли опять в YouTube Нашли вас Зарегистрировались в ТикТоке В Телеграме у нас, по-моему, канал В Телеграме мы есть В Телеграме Тут, наверное, все сейчас смеяться будут Когда все повально пошли в Телеграм Мы тоже пришли в Телеграм Но к нам никто не пришел Нет, 20 человек там есть Вот И мы два дня там были И благополучно вышли Надо выйти туда Потому что там аудитория не набирается, да? Или что? Мы, наверное, не умеем её там набирать пока Сейчас Можно такое объявление сделать Как рекламная такая пауза? Если кому-то сейчас понравится наше творчество Мы приглашаем вас СММщикам Для развития Телеграма Пока вот у нас нету людей Кто бы этим мог заниматься А самим пока не хватает рук Потому что мы сейчас Репетируем новую программу Пишем альбом И у нас сейчас пока все силы уходят туда У вас это будет первый альбом? Нет, второй Первый мы уже выпустили А первый альбом где-то можно послушать? Помимо... Ну, в Ютубе, так, по-моему, нет На всех площадках музыкальных На любых, как бы, Яндекс, ВКонтакте Везде мы ездим На Ютубе тоже есть На Ютубе тоже есть Набираете просто веретено Альбом называется То-то потому Мы его, кстати, на навигаторе издали Ага Я обратил внимание на клип По песне Би-2 Как вы его снимали? Потому что он довольно хорошего качества С клипом Там отдельная большая история Как он появился-то? Совершенно случайно Да Как у нас все и происходит Мы решили сделать песню на 14 февраля И сделали эту Потом Макс нашел Девочку, которая нам все это сняла Дальше рассказывайся Значит, у нас родилась идея Сделать песню Мой рок-н-ролл Мы ее сделали Потом в нашем окружении Были две Сейчас есть Две симпатичных Крутых вокалистки Мы их позвали Чтобы они с нами спели эту песню Вот Нашли место Наш, кстати, оператор Девочка Саша Нашлась тоже случайно Мы с ней сидели Оказывается, вот так рядом Но незнакомые были Там в тусовке Что-то общались И я другому человеку Который сидит Напротив меня С другой стороны Говорю Вот не знаешь Кому надо Кому обратиться Чтобы нам клип снять И он мне так показывает В ту сторону Тут Саша сидит Он говорит Я могу снять Мы такие О, круто Вот И сняли клип Получилось симпатичнее Сколько вы это делали По времени? Просто интересно Потому что я сам работаю В этом жанре На самом деле Наверное В районе недели То есть Все было записано Неделю Буквально за неделю Да меньше, кажется Возможно Сам клип Пару дней Клип мы сняли За день За вечер За пару часов А песню мы писали Наверное В три присеста То есть Один раз репетиция И два раза на студии Все Ну вот Примерно в течение недели Все это было готово Там сведение Монтаж И песня Life Format Монтаж